И как же этот лес хорош поздней осенью. Марина Бекасова с семьёй живёт в Новках четыре года. Всё это время в их доме нет нормального интернета. Женщина до сих пор вспоминает, что им пришлось пережить, когда сына перевели на дистанционку. Тут у нас была вообще беда. Просто беда. Там создавалась платформа, на которую мы даже не могли зайти по трое, по четверо суток. Уроки накапливались, и у нас с этим было совсем плохо. Все друзья школьника живут далеко от их дома. Социальные сети для Леонида – единственная возможность связаться с одноклассниками. Я не могу посмотреть дополнительную информацию. То, что вот, например, делаю уроки, а вот что-то вот не знаю. Вот, например, не проходили что-то, а не знаю. А у кого спросить – не у кого. Все друзья далеко. Единственный способ подключиться ко всемирной сети – через мобильный интернет. Но и тот работает с перебоями. Это очень сложно, потому что и здесь сеть никакая. Крупная интернет-компания пришла в поселок Новки год назад. За это время смогли подключиться лишь несколько семей. Марина Бекасова неоднократно пыталась связаться с офисом компании. Но ответ всегда один и тот же. Сожалеем, подключение невозможно по техническим причинам. По вашей заявке отсутствует возможность подключения. И так далее, и тому подобное. И вот эти заявки мы отправляем буквально каждые две недели. А это улица Парковая, всего 500 метров от дома Марины Бекасовой. Здесь с подключением проблем нет. Работы провайдер провел оперативно. Просто спросили, согласны ли мы, мы согласились. И нам позвонили где-то через неделю, договорились. Сначала подключили вот кабель, потом еще через неделю уже приехали, в дом все завели. За подключение женщина заплатила 3000 рублей. Дополнительно ей установили роутер и приставку к телевизору и помогли выбрать тариф. За услуги Марина каждый месяц платит по 750 рублей. В пресс-службе интернет-компании пояснили, когда сотрудники опрашивали людей, хотят ли они пользоваться услугами. Многие соглашались, но договоры заключили единицы. Многих испугала плата за подключение, несмотря на то, что сумма вносится всего один раз. Ежемесячный тариф зависит от потребностей каждого интернет-пользователя. Люди ждут бесплатных подключений. Мне кажется, что это не совсем честно по отношению к людям, которые уже присоединились к абонентам. Тем более, что сумма институционного платежа совершенно небольшая. От 3 до 5 тысяч рублей. Выезжать в поселок ради одного дома в компании считают экономически невыгодным. Высокие технологии станут доступны жителям Новок, когда интернет попросит провести не только семья Бекасовых. В компании ждут коллективную заявку. Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин.